Владимир Ружицкий ответил на вопросы жителей городского округа Люберцы. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, встреча прошла в дистанционном режиме. Обращения в адрес главы поступали через социальные сети и по телефону прямого эфира. Подробности далее. В начале встречи Владимир Ружицкий рассказал о ситуации с COVID-19. Количество заболевших в городском округе пошло на спад. Но тем не менее, работа двух ковидных госпиталей и детского инфекционного стационара продолжается. Так же, как и вакцинация от коронавирусной инфекции. Прививка для всех доступна. У нас сегодня 12 поликлинических отделений. Везде есть пункты вакцинации. У нас есть 5 стационарных пунктов. Уже сегодня вакцинировано 213 120 человек. Это 84,2% от взрослого населения. Тем временем в социальные сети главы уже начали поступать вопросы. Большинство обращений связано с блоками ЖКХ и благоустройства. Жители дома 5-5 по проспекту Гагарина пожаловались на качество воды и попросили решить эту проблему. Данный вопрос завтра будет отработан. Сотрудники управляющей компании совместно с представителями ЖКХ администрации детально разберемся. С вами выйдем на связь и отработаем данный вопрос. Часть вопросов коснулась работы общественного транспорта и безопасности дорожного движения. На участке Новоризанского шоссе, где проходит реконструкция, поменяли место автобусной остановки. По словам жителей, такая перестановка создает угрозу для пешеходов. По поводу остановок карьер, которые убрали и на тысячу метров от прежних остановок. Люди просто вынуждены добираться до них по проехи части и они подвергают им там свои жизни. Данный вопрос вынести на комиссию по безопасности дорожного движения. Дистанционная беседа с жителями продолжалась больше часа. За ней могли наблюдать все желающие. В социальных сетях главы шла прямая трансляция. Подобные встречи Владимир Ужицкий проводит каждый месяц.